Продолжение следует... 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 Я думаю, что это бакалаврат КПИ. Я думаю, что, скорее всего, вы все больше учили физику и математику, а я хочу вам рассказать про то, как можно эти знания использовать при исследованиях мозга и без знаний физики и математики. На жаль, або на счастье, неможливо досліджувати мозг. Моя лекция будет складаться из трех-четырех частей. Я подивлюсь по ходу. Дуже жалю, что я не вижу вас, потому что я не вижу зворотного связка и не могу себе представить, насколько интересно, что я рассказываю. Но я надеюсь, что сейчас они будут у нас ослеплены. Значит, для того, чтобы, собственно, исследовать мозг, используются идеологические, механистические подходы, точно такие же, как мы используем при исследовании каких-нибудь физических явлений. То есть мы пытаемся понять, как устроена элементная база. Ну, в данном случае я исследую мозг и я хочу представить себе, какие отдельные, достаточно аналогичные элементы работают в структуре мозга и то, как они взаимодействуют. Поэтому для исследований мозга чрезвычайно важно, собственно, разобрать все и понять, как работает, понять состав частей. Но, к сожалению, вот эта первая часть противоречит второй, потому что разборка на части, как правило, приводит к тому, что собрать потом обратно не получается. Это гораздо сложнее, чем с инженерными объектами, где обычно остается только одна гаечка. Здесь, к сожалению, обратная сборка практически невозможна. Ну, из всего многообразия направлений, которые даже используются в наших лабораториях, а тем более из всего многообразия подходов в области биофизических методов исследования, я выбрал те, которые нацелены, собственно, на то, чтобы увидеть, просто увидеть с помощью микроскопов, возможно, даже глазами, то, как устроен и работает мозг, и как этим мозгом можно управлять с помощью самых новых подходов, которые сейчас развиваются в той области науки, которая называется neuroscience, вот, и к которой я имею честь принадлежать. Значит, лекция, ну, план лекции вы видите, мы немножко поймем, собственно, то, каким образом встроенные в живое определенные алгоритмы используются в наших исследованиях, потом мы немножко разберем такую удивительную отрасль деятельности, как оптогенетика, и если останется время, я немного расскажу о применении, собственно, оптогенетики в тех исследованиях, которые проводятся в наших лабораториях. Значит, ну, основной частью, основным средством с помощью, техническим средством, с помощью которого, собственно, мы исследуем природу, является микроскоп, оптический микроскоп. Перед нами, собственно, 200 лет, даже 300 лет развития микроскопии, слева это первый, так называемый, compound microscope, то есть микроскоп, в котором впервые было использовано две линзы, линза, которая называется объектив, вы ее видите здесь, и линза, которая называется окуляр. Собственно, за последующие более чем 250 лет ничего существенного в конструкции микроскопов не произошло, но введение, собственно, новых компьютерных подходов преобразило микроскопию кардинально, и слева вы видите, ну, один из многочисленных вариантов микроскопов, который используется сейчас в наших исследованиях. Вы, я думаю, даже не распознаете, так сказать, где какая часть, и где окуляр и объектив у вот этого странного кубика, и у этого набора кубиков. Тем не менее, идеология остается все та же, мы пытаемся с помощью линз увеличить объект, и увидеть, как он построен, используя дополнительные подходы, которые возникли в течение, в основном, 20 века. Значит, тот подход, который, собственно, используется и в оптогенетике, и в тех методах исследования, о которых я кратко расскажу сейчас, он основан на так называемой флуоресцентной микроскопии. Как физики вы, наверное, в курсе оптики изучали флуоресценцию, и поэтому я не буду на нее устанавливаться детально. То есть общая идея простая, то есть если молекула может... То есть есть такие молекулы, которые, поглощая коротковоломый квант света, переходят в возбужденное состояние, и после этого может возвращаться в базовое состояние с излучением кванта света, как правило, имеющего большую длину волны света. Поэтому, в принципе, это великолепный подход, который на уровне текущих достижений позволяет видеть расположение даже отдельно взятой флуоресцентной молекулы. Но громадная проблема состоит в том, что мы, как организм, состоим, к сожалению, из молекул, которые в основном не флуоресцентны. Поэтому возникает достаточно сложная техническая задача, а каким же образом, собственно, сделать так, чтобы можно было использовать этот подход для исследования живого. Значит, для этого, ну вот этот слайд, по-моему, характеризует главную идеологию, которую я хочу до вас донести. То есть, собственно, клетка представляет собой некий объект, который окружен структурой, она называется мембраной, и ее главное свойство – это не пропускать ничего вовнутрь. Поэтому, если мы хотим, так сказать, специфически даже покрасить какую-то определенную молекулу внутри клетки, перед нами стоит колоссальная проблема, как преодолеть эту мембрану. Ну, самый простой физический способ, который вы, как физики, бы, наверное, предложили, это просто разорвать мембрану, затолкать туда нужное количество молекул, и дальше все зашить. Но, к сожалению, это инвазивный способ, который, как правило, приводит к тому, что клетка перестает функционировать. Поэтому ученые генетики во взаимодействии с физиками придумали, мне кажется, абсолютно великолепный подход. Он основан на тысячелетних, наверное, наблюдениях человечества за флуоресценцией различных морских микроорганизмов. В конце концов, приблизительно в 60-70-х годах прошлого века физики задумались и начали более тщательно исследовать этот процесс и поняли, что, оказывается, есть белковые молекулы, то есть это молекулы, из которых, собственно, состоит все живое, в частности, состоим мы, которые обладают внутренним свойством флуоресценции. Поэтому, поскольку белки кодируются в нашем геноме с помощью определенных генов, то если мы каким-то образом все-таки ввели одну копию гена внутрь клетки и заставили дальше с этой копией считываться многократную информацию, мы можем произвести любое, например, заданное количество белковых молекул, и эти молекулы будут флуоресценцией. И при этом нам не надо для этих флуоресцентных молекул придумывать никакого способа преодоления плазматической мембраны, внешней мембраны. И одновременно такой подход решал бы и вторую очень важную задачу, поскольку даже если мы бы смогли ввести определенные флуоресцентные молекулы, здесь они показаны желтенькими такими шариками, Эти флуоресцентные молекулы принципиально могут метить разные белковые молекулы, за которыми мы хотим наблюдать. Например, мы хотим наблюдать за серенькими, а могут быть при этом покрашены еще и синими, и у нас возникает очень серьезная неспецифичность, которую непонятно как преодолеть. Поэтому был придуман совершенно великолепный способ окраски необходимых белков с помощью флуоресцентных молекул. Наверное, его лучше характеризовать как создание химерных флуоресцентных белков, и идеология этого подхода показана здесь. Вы знаете, что информация о белковых молекулах зашита в наших хромосомах в виде последовательности определенных структур, которые называются нуклеотидами. Таких нуклеотидов четыре, и они разнообразным образом расположены вдоль одной и той же молекулы ДНК. Определенная последовательность этих нуклеотидов как раз и кодирует информацию о конкретном белке. Здесь этот кусочек информационной последовательности показан тем темно-земеным цветом. Будет ли этот кусочек экспрессироваться, то есть будет ли с него считываться информация и превращаться впоследствии в белок, зависит от определенной последовательности, которая находится перед собственной геном и которая называется промутантом. Как правило, после считывания информации с молекул ДНК при перезаписи ее на другой промежуточный носитель, который называется матричная ДНК, этот процесс называется транскрипцией, в результате получается предварительный транскрипт, с которого впоследствии уже в цитозоле, собственно, на великолепных совершенно молекулярных фабриках, называемых хромосомами, эта информация превращается в последовательность аминокислот определенного белка. С одной такой матрицей может быть считаны тысячи и десятки тысяч раз эта информация на робосомах, и в результате с одной молекулой МРНК можно произвести очень большое количество необходимых белков. Этот белок показан у нас здесь, вот в виде такой зелененькой глобулы. Что дело придумали молекулярные генетики? Они придумали представить сразу после информационной части гена нашего белка, газа, который мы хотим наблюдать, ген того самого флюоресцентного белка, благодаря которому флюоресцируют морские микроорганизмы. В результате получается матричная РНК, которая сразу же после последовательности, которая кодирует, собственно, наш белок, кодирует этот флюоресцентный белок. И в результате дальнейшего работы РИБОСОН получается химерный флюоресцентный белок. То есть получается белок, который является белком, который нас интересует, и к нему прикреплена маленькая совершенно красная лампочка, которая позволяет этот белок, собственно, визуализировать и увидеть. Как правило, конечно, мы пытаемся сделать все таким образом, чтобы, ну, собственно, наш белок был достаточно большим, и вот эта маленькая лампочка, которая не сильно влияла на его нормальное поведение, функционирование в структуре нормальной живой клетки. Вот. Для реализации вот этого подхода, который я вам достаточно долго рассказывал, существует благодаря работе коммерческих компаний, которые, собственно, занимаются этой проблемой, на уровне конечного пользователя, в случае, случайно просто. То есть вы реально смешиваете просто определенные растворы, ждете какое-то определенное время, и вы получаете необходимый конструкт. Как правило, это плазмидный конструкт, то есть это маленькая кольцевая молекула ДНК, в которую встроен именно, например, тот белок, который вы хотите исследовать, вместе с добавленной вот этой флуоресцентной частью. Дальше существует большое количество различных физических и химических методов, с помощью которых несколько копий такого конструкта, такой плазмидный, могут быть введены внутрь клетки. И перед вами, собственно, первичный результат подобного типа исследований. То есть перед вами чашка ПЭТРИ, то есть это стеклянная или пластиковая чашка, на поверхность которой нанесен питательный слой, на котором бактерии чудесно растут. И на этом питательном слое восьми разными типами бактерий, которые были трансфицированы, процесс введения генетической информации называется собственной трансфицией. Вот, были введены восемь разных конструктов, которые имеют разный цвет. В результате бактерии экспрессируют этот белок, и при освещении в ультрафиолетовом свете вы видите вот такую удивительную картину, которая нарисована, собственно, в результате бактерий, экспрессирующими восемь разных цветовых типов белков. То есть то, что вы видели, это просто proof of concept, то есть показ того, что это возможно, то есть картинка, которая вам показывала, это картинка из средины 90, то есть это результат, который может на 25-летней давности, с тех пор, как методы, физические методы микроскопии, так и генетические методы собственной, генетические методы введения материала достаточно сильно развились. Ну и перед вами, собственно, один из оптических подходов, который был развит в десятые годы уже нашего тысячелетия, это так называемая листовая микроскопия. То есть она основана на следующем, с помощью двух объективов, которые расположены, в отличие от тех микроскопов, которые вы видели, не вертикально, а горизонтально. Два лазерных луча фокусируются таким образом, что они создают в районе объекта не отдельную точку, то есть они фокусируют свет не в точку, а в плоскую поверхность. То есть в результате получается, что вы можете возбуждать флуоресценцию не в отдельно взятом месте, а сразу в определенной плоскости, в которой находится ваш объект. И здесь находится сбоку второй объектив, который позволит... То есть в результате, если объект флуоресцентный, возникает эмиссия флуоресцентных квантов, и эти кванты собираются с помощью детектирующего объектива и создают собственное изображение. Подобного типа изображения вы видите. Объектив при этом управляется шаговыми двигателями и может перемещаться с необыкновенной точностью приблизительно с 100 нанометрами на один шаг, и в результате создается целый набор. Очень быстро можно в результате создать большой набор имиджей, которые реконструируют полностью определенный трехмерный объем того образца, который вы регистрируете. То есть в результате, повторяя эту процедуру во времени, вы создаете возможность 3D, это скорее называется уже 4D, реконструкции живого флуоресцентного объекта, который, собственно, находится в поле зрения данного микроскопа. Значит, в данном случае мы с вами рассмотрим маленький пример, когда в качестве объекта используется личинка рыбки Zebrafish. Вот, эта личинка для того, чтобы ее обездвижить, заключается в блок горозного геля, в результате она не может плавать, но она жива, она может дышать и функционировать. Вот, и в клетках мозга этого существа, их достаточно немного, это десятки тысяч клеток, десятки тысяч нейронов, экспрессировала не просто флуоресцентный белок, а уж дэ модифицированный флуоресцентный белок, который, флуоресцентция которого существенным образом зависит от концентрации ионов кальция в окружающей данный белок среде. Таким образом, что увеличение концентрации кальция приводит к многократному увеличению флуоресцентции этого белка. То есть в результате с помощью свечения этого, флуоресцентного свечения этого белка можно увидеть то, как меняется концентрация кальция в отдельно взятых клетках внутри этого существа, а это чрезвычайно важно, потому что кальций является достаточно универсальным информационным носителем и обработка информации как на клеточном уровне, так и на уровне взаимодействия между клетками очень сильно зависит от того, от концентрационных параметров кальция и клетка имеет фантастические просто механизмы для быстрой регуляции концентрации кальция в одной отдельно взятой клетке. И я вам покажу и результаты работы подобной системы и то, как на самом деле ученые действительно приблизились к пониманию того, как работает мозг. То есть это маленькая рыбка, ну понятно, что она муха, то есть весь этот блок, в котором она находится, он находится тоже в воде для того, чтобы она нормально функционировать. И в этой же воде находятся, собственно, несколько мелких организмов, которые, собственно, это личинка, за которыми эта личинка охотится, для которых они являются едой. И мы с вами сейчас посмотрим, как перемещение личинки отражается в том, как работают, собственно, нейроны в зачаточном мозге, я не знаю, можно ли называть это даже мозгом, этого очень-очень простого существа. Извините. Значит, это, собственно, увеличенная картинка головы этой личинки, флюоресценция нейронов, которые находятся в мозге этой личинки, они, как видите, занимают... То есть, ну, масштабный фактор вот здесь, это чуть меньше, чем один миллиметр. Вот это параметсий, который является, собственно, добычей этой личинки, она, к сожалению, иммобилизованной и не может перемещаться, но вы видите, как меняется активность разных нейронов, то есть, это не один нейрон, это большие группы нейронов, но мы сразу можем, собственно, увидеть то, как они вспыхивают, то есть, как активность разных частей мозга, собственно, соответствует траектории движения, собственно, этого параметса. То есть, вот я вам сейчас попробую остановить вот здесь и показать, то есть, вот это реальная траектория движения параметсий, а это то, как, собственно, активировались клетки в структуре мозга этого животного. То есть, мы получаем, скажем так, отражение этой траектории в карте сенсорной коры, ну, у нее нет сенсорной коры, прошу меня простить, в сенсорной части мозга этого животного. То есть, таким образом, у нас есть очень хорошее соответствие на низком уровне разрешения, еще раз повторяю, это приблизительно миллиметр, а размер одной отдельно взятой клетки, одного отдельно взятого нейрона, это порядка 10-20 микрон. То есть, мы тут отдельные клетки не видим. Но, в принципе, используя объективы с большим увеличением и большей числовой апертурой, мы можем увидеть, собственно, как происходит это и на уровне отдельно взятых клеток. Перед вами, опять же, более крупное изображение головы этой личинки. Вот. И отдельно взятые светящиеся точечки, которые вы видите здесь, это отдельно взятые клетки. И теперь мы смотрим, мы, к сожалению, уже не сможем увидеть движение собственно того животного, параметсового, за которым охотится эта личинка. Но мы хорошо увидим тот момент, когда она его заметила и начала отслеживать. Посмотрим. То есть вы видите, это фантастическая работа, то есть бесперерывно мозг этого животного работает, происходит какая-то обработка информации, это базовый режим. И вот смотрите, это она заметила, и вот она сразу, ну, то есть понятно, на данный момент ученые, конечно, не могут хорошо себе представить взаимооднозначное соответствие работы 75 тысяч нейронов этого животного и как, собственно, то есть что, что, собственно, происходит. Но я думаю, что это не за горами. Если вы, скажем так, решите работать в этой области, я думаю, это все случится еще при вашей жизни. Таким образом, я думаю, ребята, что я вас убедил в том, что флуоресцентные белки и разные их модификации вместе с разнообразными способами доставки, в основном генетическими, являются прекрасным инструментом для того, чтобы понять, как, собственно, устроена и работает нервная система. Точно те же подходы используются при исследовании других частей, собственно, организма. Но, собственно, кроме того, что мы хотим увидеть и понять, как все устроено, мы хотим влиять, естественно. В основном, это связано с нашим желанием излечить громадное количество нейродегенеративных заболеваний и болезней, которые возникают у человека в процессе его собственного развития, пренатального и постнатального. Вот, поэтому очень бы хотелось не только понять, как работает, но и придумать какие-то способы, с помощью которых мы могли управлять или корректировать те неприятные изменения, которые относятся в наш организм различные заболевания. И тут нам на помощь приходит вновь возникший раздел, находящийся на границе между физикой, генетикой и инженерией даже, вот, которая называется оптогенетика, по самому названию понятно, что это какая-то комбинация оптических и генетических подходов и нацелена она на то, чтобы с помощью этих подходов, собственно, управлять отдельными клетками, или целыми клеточными агрегатами с необходимым временным разрешением. То есть мы тут написали с миллисекундным временным разрешением, реально это то разрешение, которое, выше которого, собственно, и не нужно вносить какие-то управляющие сигналы, ибо, если мы говорим о нервной системе, то в нервной системе клетки общаются на основе частотной модуляции, и те сигналы, которыми они взаимодействуют, они называются потенциалами действия, они распространяются по нервным волокнам с частотой ну, приблизительно от 10 до 1000 Гц, 1000 Гц реально даже практически не бывает, то есть если мы можем управлять клетками в миллисекундном диапазоне, значит, мы можем управлять ими так, как мы хотим. Вот. Ну, наука оптогенетика, опять же, возникла на основе наблюдений за живыми существами в окружающей природе, и тысячелетиями люди наблюдали за подобными явлениями, не отдавали себе отчета, как их можно использовать, до тех пор, пока, ну, наверное, человечество не выработало необходимость в подобных подходах, и не появились гениальные люди, которые смогли в результате тривиальных наблюдений сделать великолепные экспериментальные подходы. Основаны они на достаточно простом, скажем так, наблюдении, которое вы видите перед собой. Если есть архиобактерии, то есть, это очень старое царство, даже можно сказать, бактерий, которые являются достаточно примитивными существами, то есть, это одноклеточные существа, имеющие размер порядка одного микрона. Перед вами чашка Петри, то есть, это чашка с питательной средой, на которой равномерно эти бактерии посажены. Ну, поскольку они поглощают определенную часть спектра, то мы видим, собственно, их в виде вот этого зеленого кровного пятна. Дальше, если взять и направить свет на этих бактерий, с одной стороны из этих чашек Петри, то мы увидим фантастическую вещь, они начинают уходить от света и концентрироваться в темном углу этой чашки Петри. То есть, собственно, если бы это был человек или животное, наверное, это бы никого не удивило, а, собственно, для одноклеточного существа, у которого нет глазок, нет ножек, нет ручек, это какое-то совершенно фантастическое поведение, но почему-то человечество не очень пыталось решить эту проблему, почему же бактерии стремятся убежать в темноту. Вот, подробные исследования, которые были проведены в начале этого тысячелетия, приблизительно 15 лет назад, 20-15 лет назад, показали, что в мембраны стенок этих бактерий, в мембраны этих бактерий, собственно, встроены очень интересные фотоэлектронные ключи, это отдельно взятые белковые молекулы, которые могут поглощать клан света, менять свою конформацию и превращаться в электропроводящий элемент, а до этого они были практически изоляторами. То есть в результате подобного фотоэлектрического эффекта происходит протекание тока через мембрану этих бактерий, меняется потенциал на мембране у них, а изменение этого потенциала приводит к механическому вращению маленького хвостика, состоящего из набора белковых молекул, которые выдвинуты из этой бактерии, и она в результате может механистически перемещаться просто в направлении от света. Поскольку методы генетические были уже поставлены к этому времени очень хорошо, этот белок секвенировали, то есть нашли собственно его аминокислотную последовательность, леген, который его кодирует, и в результате оказалось, что это вот такая трансмембранная молекула, перед нами плазматическая мембрана, которая практически очень аналогична у любых живых существ, начиная от бактерий и кончая людьми. Это небольшая структура, которая имеет размер порядка 8-10 нанометров толщины, и которая является в электрическом смысле одним из самых лучших электрических изоляторов, которые созданы природой. В нее встроена вот эта структура, которая собственно является дуковой молекулой, которая является оптоэлектрическим ключом, и при поглощении кванта света эта молекула меняет конформацию, и в результате ионы натрия, которые имеют более высокую концентрацию вне клетки, чем внутри, могут проходить через образовавшийся канал и переносить позитивный заряд внутри клетки, перезаряжая собственно обкладки вот этого конденсатора, который и представляет из себя мембрану этой клетки. В результате меняется собственно потенциал на этой мембране, и дальше изменение потенциала является эффектором для того, чтобы вращался хвостик. Значит, что понятно, у бактерий нет никаких потенциалов действия, бактерия очень простая, незамысловатая существует, но если мы возьмем и встроим, заставим собственно с помощью того же подхода, о котором я говорил в первой части лекции, экспрессировать нейроны подопытного организма или организма человека даже, эти белки, эти белки в результате встраиваются в мембрану уже нейронов животных, и точно так же при действии света эти белки запускаются и в результате электрический ток, который проходит через эту мембрану вызывает уже в нейронах тот самый необходимый потенциал, который запускает потенциалы действия, то есть те информационные сигналы, с помощью которых клетки общаются друг с другом. Как результат, вот у нас пример, перед вами мушка дрозофила, достаточно сложное существо, у которого проведены 200 тысяч нейронов в нейронной системе, и в двух нейронах из этих 200 тысяч, в симметричных нейронах, которые, собственно, управляют ее мозги началом взлета, экспрессирован этот белок чинолородопсин, который позволяет нам управлять активностью или разрядами электрическими в этих двух нейронах, и смотрите, что получается. То есть как только мы освещаем эту мушку внутри ее домика, она сразу же начинает пытаться взлететь. То есть эти два нейрона запускают сложнейшую механику, собственно, они запускают другие нейроны, а тем же запускают сложнейшую механику, которая необходима для взлета этой мушки. Можно управлять и другими типами клеток, то есть перед вами, например, кусочек кардиоткани, которая тоже экспрессирует. И видите, они все, каждая отдельная клетка до этого сокращалась несинхронно. Но в них экспрессивная волчанная допсин, когда вы видите голубую метку, которая загорается, в этот момент мы запускаем, собственно, потенциалы действия одновременно в этих кардиомиоцитах и мы синхронизуем их работу. Одновременно вот перед вами одна отдельно взятая клетка, цисклет, который может оптически перестраиваться с помощью луча лазера, и мы можем управлять движением этой клетки по субстрату. Кроме того, что мы хотим активировать клетки, очень часто надо эти клетки ингибировать. Существенное число нейродегенеративных заболеваний, другого типа заболеваний нервной системы, такие как эпилепсия, это, собственно, гипервозбудимость определенных отделов мозга. Хотелось бы сделать так, чтобы мы могли управлять мозгом не только усиливая активность отдельных нейронов, но и уничтожая их активность. На основе предыдущих подходов был найден другой, собственно, белок, он называется халородексин. это определенный насос, который в результате своего действия перекачивает ионы хлора из вне клеточной среды во внутриклеточную среду. Это приводит к тому, что внутри накапливается отрицательный заряд, в отличие от прошлого случая, когда у нас накапливаются позитивные заряды, это приводило к активации клеток. Таким образом, мы их ингибируем и мы можем останавливать те процессы, которые в организме происходят. Перед нами червячок C. Элеганс, это тоже очень известный экспериментальный объект, он пытается на субстрате куда-то двигаться, и его мотонейроны, которые управляют собственными его движениями, экспрессированы от халородексин. Он активируется в отличие от ченовородексина, который активируется голубым цветом. Здесь этот белок активируется оранжевым цветом на 560 метров, и вспышки, которые вы будете видеть, будут приводить к тому, что этот червячок будет просто останавливаться. Пока горит свет, он не может двигаться. Как только мы убираем свет, он начинает стремительно двигаться. Это на примере простых существ, простейшие способы управления организмом. на основе понимания того, что мы управляем определенными клетками, которые управляют движениями. Последующие несколько лет были потрачены ученые для того, чтобы суметь реализовывать эти подходы для более сложных организмов. наиболее подходящим наследовательским объектом, наиболее распространенным наследовательским объектом в лабораториях являются мыши. Мыши это чрезвычайно сложные существа. Мы помним, что мы говорили до этого о сотнях тысяч или десятках тысяч нейронов. У мыши мозг содержит 75 миллионов нейронов. Это существенно более умное существо, не столь умное, как но уже достаточно близкое. Уже остается всего лишь порядка трех порядков разницы в количестве. Поэтому мышь очень интенсивно исследуется и для реализации подходов, которые мы только что показывали для более простых существ, я покажу как реализуется работа с мышами для того, чтобы иметь возможность управлять определенными клеточными процессами. Мы берем бактерию, с бактерии мы получили ген-чинолародопсину, поставили его под управлением нужного промоутера, чтобы он экспрессировался в тех и только тех клетках, которые нас интересуют, и дальше засунули этот генетический материал внутрь вирусной частицы, предварительно выбросили из нее генетический материал самого вируса. Все эти подходы делаются реально простым перемешиванием определенной жидкости, скажем так. Дальше набор этих вирусов вводится в ту власть мозга, которую мы собственно исследуем, через какое-то время происходит в тех и только тех ветках, которые нас интересуют, экспрессия лечим аэрогопсину, и дальше мы вводим в мозг этого животного. Сейчас, секундочку, я выключу проложение. Перед вами собственно реальная живая мышка и световод, который к ней подключен, и он позволяет управлять определенными группами нейронов в ее мозге. Сами оконечности этих световодов могут быть организованы по-разному. Перед вами световоды, которые заточены очень остро с помощью определенных подходов и не настолько остры, что с их помощью можно управлять отдельными клетками, поскольку оконечность этих световодов имеет характерный размер, близкий к размеру одного отдельно взятого нейронов. Ну и вот вам прекрасный пример того, как собственно происходит управление. То есть у этой мышки в моторной коре экспрессирован чиновародопсин таким образом, чтобы собственно моторная реакция, движение по кругу влево наступала тогда, когда мы активируем эти нервы. Видите, пока горит свет на голове этой мышки, она беспрерывно бегает по кругу. Вот как только свет выключается, только мы перестаем активировать эту область коры, мышка останавливается и начинает совершенно нормальную жизнь. Значит, здесь целое царство в этом управлении отдельными клетками или большими клеточными ариатами в структуре мозга, дальше возникает громадное инженерное направление. То есть первичные опыты, которые проводились приблизительно лет 10 назад, начались лет 10 назад, они проводились с помощью оптоволокна, и вы видите, здесь это оптоволокно. То есть начинали все с оптоволокон диаметром порядка 200 микронов, сейчас в принципе можно работать с оптоволокном в 50 микрон, дальше уже просто неудобно. И в общем реально уже 5-6 лет назад даже чуть-чуть больше все перешли, начали переходить на другие устройства, то есть это маленькие собственно light emitting devices, то есть маленькие светодиоды, которые, ну вы видите их характерный размер, то есть это порядка 25-25 микрон, вот, и эти светодиоды собственно имплантируются в мозг животного в то место где необходимо, и они создают, причем их можно подоприть, ну понятно, если световод создает у нас конус света, то здесь вы можете в зависимости от направления вы можете создавать на обоих сторонах, на одной стороне, вы можете с помощью линзочек делать необходимые надстройки, которые позволят вам фокусировать этот цвет лучше или хуже, то есть в результате вы можете создавать микроструктуры, которые управляют светом, ну в каких-то определенных областях достаточно точно. Кроме того, собственно, делаются вот такие очень сложные инженерные сборки, где, собственно, одновременно с светодиодами, которые показываны вот здесь, на других слоях матриц, принтируются собственно фотодиоды, для того, чтобы собственно регистрировать уровень сигнала, который конкретно достигается в мозге, туда же добавляются микроэлектроды, которые в результате могут регистрировать электрическую активность в той области, которая стимулируется с помощью световодов, можно мерить температуру, ну и можно добавлять всякие необходимые основы для того, чтобы, собственно, ввести эту очень тонкую сборку. Выглядит она приблизительно вот так, это тоже результаты, как вы видите, уже до 7-летней давности, то есть с тех пор достигнуто достаточно много, в частности, вот тут на рисунке ЖЭра можете видеть мышек, у которых после имплантации собственно у них на голове монтируется маленький управляющий центр, который и снимает информацию с электрических и фотодиодных сигналов, и одновременно управляет оптическими сигналами, которые подаются на светодиоды. Вот это небольшой управляющий, ну контроллер, наверное, вместе с дополнительными частями определенными, он собственно подзаряжается с помощью радиочастот, то есть такая мышка может собственно существовать в клетке самостоятельно, вы будете и получать информацию о том, что собственно в ее мозге происходит, вы можете управлять молотом и следить за этой мышкой практически в интактных условиях. Сейчас эти устройства еще более миниатизированы, в общем-то они не очень мешают мышке, в отличие от того, что вы видите здесь, вести совершенно нормальный образ жить. Вот, то есть таким образом мы только что на вот этом слайде рассмотрели ну разные инженерные подходы, которые позволяют собственно управлять отдельными клетками мозга, вот считывать одновременную информацию, то есть контролировать, как мы собственно управляем, и это очень большое инженерное поле, которое сейчас очень ворно развивается, и мы тоже пытаемся в этом поле работать в рамках управления уменьшением боли в различных патологиях с помощью света. Вот, ну реально кроме управления нейронами можно с помощью этих подходов управлять любыми возбуденными структурами, в частности напрямую управлять мышцами, вот здесь перед нами собственно одна отдельно взятая мышечная клетка, и вы видите, что если мы встроим в нее те же оптоэлектронные ключи, то при, в общем-то, вы видите, как только загорается свет, нужный для волны, она сокращается. Вот, то же самое можно применять собственно к большим клеточным агрегатам, на следующем филере вы можете видеть, как можно управлять просто открыванием, закрыванием горла мыши, трансвенной мыши, у которой собственно чайновародопсин экспрессирована в мышечных клетках, которые собственно управляют раскрытием ее горла. Есть возможность управлять в результате, обходя, скажем так, поврежденные нейроны, управлять светом непосредственно и ведутся работы по тому, чтобы делать таким образом нейрональные планты, скажем так, или импланты заменяющие нейронные управления, которые утеряны. Но кроме того, что мы можем лечить и управлять организмом, можно на самом деле создавать и просто механические приводы. То есть перед вами например очень сходные, то есть это отдельные мышечные клетки, показано, что мы можем управлять ими отдельно. Если мы наполним этими клетками определенный ориентированный сосуд, наполним таким образом, чтобы, то есть это достаточно уже большой объект, это приблизительно один сантиметр, и мышцы выращены внутри этого объекта таким образом, что они, собственно, те же мышцы дотрагиваются до этого и этого механического, скажем так, полюса, внутри здесь под стеклом просто находятся клетки, мышечные клетки в среде, в котором имеют глюкозу, который позволяет им, собственно, там существовать, а стеклянный экран позволяет подводить свет, и вот мы видим, что, собственно, происходит сокращение, если мы светим по центру, если мы светим сбоку, то происходит поворот в одну или, собственно, в другую сторону, и на основе таких, собственно, приводов созданы небольшие механические устройства, которые, собственно, могут перемещаться, То есть видите, у них есть ножки, вот здесь растет мышечная ткань, она сформирована так, как нам нужно, и просто запуская свет через это окошко таким образом, как мы хотим по нужному алгоритму, мы можем заставлять это устройство двигаться прямо, поворачивать направо-лево. Ну, то есть понятно, что это тоже пока только proof of concept, то есть доказательство того, что подобный привод возможен, но в результате вполне можно создавать устройство, которое будет бегать, потребляя глюкозу, то есть это некие такие механические биороботы для переноски тяжести, например, для перемещения. Ну, в связи с тем, что мы немножечко вылетали, я не буду вам говорить об остальной части, то есть я думаю, что на этом этапе я сформировал в вас общее понимание того, что манипулируя с помощью биологических, генетических методов, можно определенным образом менять клетки организма таким образом, что это позволяет как с помощью оптических средств понять, как работает мозг и одновременно управлять клетками мозга для того, чтобы и понять, как он работает, и бороться с разными тяжелыми заболеваниями, которые существуют у человека. И, конечно, мы очень заинтересованы, наверное, в внедрении дополнительных технических подходов в свои исследования, мы плотно работаем с КПИ, мы всегда рады студентам КПИ, мы рады, если вы будете поступать и в наш университет КАУ, у которого есть только магистерские и PHD программы, и наши программы, и одновременно даже если вы будете учиться в другом месте, вы будете делать научную работу у нас, мы стараемся, чтобы все было сделано таким образом, чтобы научная работа была вашей основной работой, как можно меньше учебы, как можно больше экспериментальных исследований. Все, спасибо за внимание. Спасибо за лекцию. Какие сехи появилось, появилось. Андрей, я отключен уже, да? Еще нет. Сейчас еще глянемо запитания, возможно, у кого-то есть буквально пять холинок. Ну, я просто увидел, что я ушел из времени, из этих перерывов. Ну, я с удовольствием отвечу на несколько вопросов. Поэтому, если у кого-то есть какие-то вопросы, задавайте в чате. Тут очень много позитивных отгуков про лекцию сейчас. Спасибо. Я думаю, мы где-то, возможно, осенью, возможно, зимой вас запросим в студентский простор Белка выступить, потому что лекция очень интересная. Дякую. Ну, может, тогда я расскажу про наши исследования, особенно для тех, кто-то. Было бы интересно. А сколько, какая у нас сейчас была аудитория? Близько от 10 до 20 человек. Больше смотрят в записи. Поэтому... Ну, запитань зараз не вижу. Ну, наверное, все остальные. Да, но сейчас уже люди, где-то, которые начали расходитесь. Певно, на этом мы будем завершивать. Всем спасибо, кто был с нами на связи. Ну, и тут дальше начинают писать спасибо за лекцию. Все очень интересно. Да, дякую всем за позитивные виды. Дякую всем. До побачивания. Гарного всем вечера. До побачивания. Субтитры сделал DimaTorzok